Магаданцы почтили память жертв Бесландской трагедии «Минутой молчания» в парке Маяк. С дня теракта в Беслане прошло 16 лет. Волонтёры молодёжного патриотического клуба «Наследие» провели мемориальную акцию «Свечи Беслана». На сцене амфитеатра добровольцы составили число 334 из зажжённых лампад. Цифра символизирует число погибших в школе Беслана в начале сентября 2005 года. Здесь также прошёл показ короткометражного фильма режиссёра Ирины Васильевой «Беслан. Город ангелов». Лента основана на реальных событиях. В ней использованы кадры и кинохроники, а также собраны воспоминания участников страшной трагедии. 1 сентября школу номер один в Беслане во время праздничной линейки, в которой принимали участие более тысячи человек, захватили. Бандиты удерживали заложников внутри заминированного здания почти три дня. Пленники находились в ужасных условиях, без еды и воды. За страшной трагедией в Беслане следила вся страна. Всё разрешилось 3 сентября штурмом здания. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 дети. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа и два сотрудника МЧС. В память о жертвах Беслана в России в 2005 году 3 сентября объявлен Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Акции памяти жертв Бесланской трагедии прошли во всех городских округах Колымы. Наши телезрители поделились съёмкой памятного мероприятия из Ягодинского городского округа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok